МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году в рамках муниципальной целевой программы капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в городе будут отремонтированы 6 учреждений. Они выполняют почетную обязанность, охраняя внешние рубежи государства. 28 мая – День пограничных войск России. Сегодня в ноябрьский губернатор округа Дмитрий Кобылкин провел совещание по вопросам готовности региона к пожароопасному сезону. В нем приняли участие руководители окружных профильных структур, главы муниципалитетов, руководители крупных компаний, работающих на территории автономного округа. На совещании было отмечено, что пожароопасный период 2012 года был одним из самых сложных за последние годы. Высокая температура воздуха, кратковременный дождей, а порой и полное отсутствие отсадков, сильные ветра способствовали возникновению и скорому распространению природных пожаров в округе. Если в 2011 году на территории региона было 172 пожара на площади 15 тысяч гектаров, то в 2012 – 673 на площади 63 тысячи гектаров. 90% всех пожаров в труднодоступных местах. Мы видим, что по всей территории России пожары с каждым годом меньше не становится. Они все больше и больше усиливаются. Лето будет жарко, наверняка. У нас большая проблема с уровнями воды. У нас грунтовые воды здорово отошли вниз, и почва очень сухая. Поэтому думаю, что пожары будут продолжаться. К ним мы, наверное, больше подготовились в этом году. Отмечу, что в минувшем году на борьбу с лесными пожарами региону из федерального бюджета было выделено 42 миллиона рублей, в текущем – 52. Тем не менее, основное бремя расходов на подготовку и борьбу с пожарами несет бюджет автономного округа. Общие затраты, включая работы на территории заповедников, в 2012 году составили 304 миллиона рублей. Из них чуть более 265 миллионов из окружного бюджета. Во время совещания губернатор Дмитрий Кобылкин обратил внимание участников на необходимости обеспечения оперативности и достоверности при информационном обмене, организации оптимальных логистических схем доставки людей и техники на места возгораний, выработки механизмов взаимодействия всех структур, каждой группы. При подготовке к сезону особое внимание в работе профилактики и информированию населения. По статистике, основным фактором возникновения лесных пожаров в регионе является природный, однако человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем в лесах остаются причинами первого порядка. Но пока жаркая погода не балует жителей округа, в настоящее время на Ямале объявлено штормовое предупреждение. Холодная для весенней поры погода сохраняется на территории всего автономного округа уже второй день. И по данным синоптиков, продлится до конца этой недели. Резкое похолодание стало неприятным сюрпризом для автолюбителей. Большинство из них уже сменили зимние шины на летние. Сотрудники автоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, а по возможности избегать поездок на личном автотранспорте в ночное время, когда на дорогах гололед. При работе на линии инспекторами ДПС проводится профилактическая работа, проводятся беседы, предупреждают граждан о тех или иных опасных участках. Сейчас уже начался отпускной сезон, то есть люди поехали на землю в отпуск. Понятно, что все уже переобулись давно. Надо более осторожно вести транспортное средство. Не то, что не превышать, а может быть даже не стоит со скоростью 90 ехать, хотя разрешено на трассе. Очистить территорию от накопившегося за зиму мусора. В конце этой недели в Муравленко пройдет общегородской субботник. В этом году, впрочем, как и в предыдущем, он пройдет под девизом «Мой чистый город» об организации генеральной уборки. Наш следующий сюжет. Проведение общегородских субботников, пожалуй, единственная советская традиция, которая в наши дни не только сохранилась, но и приобретает все больший размах. В этом году желание принять участие в уборке территорий изъявили 43 организации города. 31 мая их сотрудники выйдут на улицы города с лопатами, граблями и вениками. Схемы, на которых обозначены участки для уборки, уже разработаны в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города. В общей сложности это 800 человек примут участие в городском субботнике. По аналогии прошлого года, схема города поделена на участки. Участки распределены между организациями. Помимо того, что люди выйдут убирать территорию своей организации прилегающую, и на городские участки. То есть те пустыри, которые не определены. Есть такие пустые места в городе, прилегающая территория, парковая зона. Субботник состоится при любой погоде, говорят в Управлении жилищно-коммунального хозяйства. Холод не пугает активистов, желающих сделать наш город чище. 31 мая на уборку территории выйдут работники учреждений. А 1 июня очистить от мусора свои дворы приглашают жителей всех микрорайонов. Приготовили перчатки, мешки для мусора, грабли. Все это будет находиться для жильцов, которые обслуживают городское хозяйство на Губкино-32. Или по звонку. То есть звоните на свои участки. Мы подвезем прямо к дому. Да, у нас будет дежурная машина. Плюсов у субботника немало. Практика показывает, после его проведения газонные тротуары становятся чистыми, дворовые территории прибраны, а в лесопарковой зоне нет бутылок, коробок и другого бытового мусора. Кстати, если вы стали свидетелем организации несанкционированных свалок, не молчите об этом, а сообщайте о данных фактах в Управлении жилищно-коммунального хозяйства. Информацию можно передавать по телефону 28.1.73 и 22.0.89. Если возникнет желание поучаствовать в том, чтобы ликвидировать эту свалку, позвонили нам в ЖКХ, сообщили, где она что. Мы шли бы со специалистами, ее отсмотрели, отдефектовали, выставили бы, рассчитали бы возможную стоимость работ по ликвидации и, естественно, конечно бы провели эти работы. Совместными усилиями горожане смогут сделать город более благоустроенным. Это очевидно. Высказывание чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, сегодня становится особенно актуальным. Светлана Грачева, Анатолий Шоликов, телерадио-компания Муравленко ТВ. Есть такая профессия Родину защищать. 28 мая российские погранвойска отмечают свой профессиональный праздник. В этом году погранслужбе страны исполняется 95 лет. Она была создана при Наркомате финансов в 1918 году. Прошедшие службу в погранвойсках муравленковцы сегодня отметили 95-ю годовщину своего праздника автопробегом и митингом. Колонна более чем из 10 машин проследовала вокруг города от парка культуры и отдыха до улицы Российской. А торжественный митинг состоялся в городском Доме культуры Украина. Инициатором его проведения выступило местное отделение партии «Единая Россия». В связи с праздником ветеранов пограничных войск наградили памятными нагрудными знаками. Награды от Международного общественного фонда «Командарм» вручили активистам в части патриотического воспитания молодежи. Во время митинга пограничников поздравили представители городской администрации, отдела военного комиссариата и творческие коллективы. Бывших пограничников не бывает. Этот лозунг, в принципе, известен на весь мир, на всю Россию, это точно. Он такой же простой человек, как и все. Просто с каким-то маленьким в душе, в сердце, пограничной искрой, да. Сезон ремонтных работ в Муравленко в самом разгаре. В этом году в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в городе будут отремонтированы шесть учреждений. На эти цели предусмотрено финансирование в районе 80 миллионов рублей. На каждом объекте свой вид ремонта. Подробности у Анастасии Поповой. В Центре технического творчества работа кипит. Подрядная организация, выполняющая ремонт, обещает завершить работы в определенный срок. К первому сентября. Разбираем старые окна, пластиковые окна вставляем. Сколько всего будет установлено? 90 штук. В рамках программы капитального ремонта в ЦТТ также заменят кровлю, тепло и энергосети. Реконструируют пол и проведут отделочные работы внутри и снаружи здания. Этот ремонт Центр технического творчества не просто ждал. Он в нем крайне нуждался. Капитальный ремонт здесь не проводился с начала его строительства, ввода, эксплуатации. Это с 1987 года, если не ошибаюсь. Вот, впервые такой ремонт. Здание деревянное, поэтому в конечном итоге, после всех работ, должно быть красиво. Обновленный в следующем учебном году своих учеников встретит и детская школа искусств. Ремонт тут начался еще в начале мая, но пока работ здесь проведено не так много. За несколько недель подрядчики выровняли пол, покрасили стены и теперь приступили к ремонту фасада здания. По графику, контролирующая организация управления коммунального заказа должна принять объект 10 августа. Капитальные ремонты проводят и на других социальных объектах. Пятая школа, детский сад «Солнышко», клубное учреждение «Лира» и физкультурно-оздоровительный центр. К началу осени должны стать не только обновленными, но и комфортными для пребывания учреждениями. Анастасия Попова, Сергей Кириченко, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. Свободная рука, трафареты и скотч. Муравленковские педагоги по изобразительному искусству научились мастерству аэрографии. В детской художественной школе впервые прошли мастер-классы по современному направлению искусства. Их провели специалисты из Волгограда и Москвы. Они познакомили наших педагогов с областью применения аэрографии, инструментами и материалами. Теорию закрепили на практике. Как говорят мастера воздушной кисти, аэрография – это не только техника и искусство. Это целая культура, которая не знает творческих границ. Ее особенность в том, что краска на поверхность наносится при помощи специального механического прибора – аэрографа. В качестве дополнительных принадлежностей используют ластики, маркеры и цветные карандаши, выделяющие контуры для получения более эффектных изображений. Техника очень интересна тем, что есть вещь, которую нельзя написать кистью. Она своеобразная. Но, опять же, это все на все техника. Нужно знать грамоту. Классический рисунок. Все, так подразумеваю, это обязательно основа основ. И на сегодня это все новости. Далее в нашем эфире смотрите программу о кулинарных рецептах мужчины на кухне. Я же благодарю вас за внимание и желаю вам всего доброго. В студии работала Светлана Грачева. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Спонсор прогноза погоды Магазин Керама. По прогнозам Гесметио, в среду 29 мая в Муравленко ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха утром минус 1 градус по Цельсию. Днем воздух прогреется до плюс 3. Ветер северо-западный, сильный. Порывы будут достигать 8 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 751 мм тутного столба. Не упусти! Только в Кераме бесплатная доставка строительных отделочных материалов из Ноябрьска для жителей Губкинского, Муравленко, Ханымей и Венгапуровского.